Жил-был кит. Он плавал по морю и ел рыбу. Он ел лещей и ершей, белугу и севрюгу, и селёдку, и селёдкину тётку, и плотичку, и её сестричку, и шустрого-быстрого вьюна вертуна угря. Какая рыба попадётся, то и съест, откроет рот и готово. Так что в конце концов во всём море уцелела одна только рыбка, да и та малютка Колюшка. Это была хитрая рыбка. Она плавала рядом с китом у самого его правого уха, чуть-чуть позади, чтобы он не мог её глотнуть. Только тем и спасалась. Но вот он встал на свой хвост и сказал, «Есть хочу!» И маленькая хитренькая рыбка сказала ему маленьким хитреньким голосом. «Не пробовала ли ты человека, благородное и великодушное млекопитающее?» «Нет», — ответил кит. «А каков он на вкус?» «Очень вкусный», — сказала рыбка. «Вкусный, но немного колючий». «Ну так принеси мне их сюда с полдесятка», — сказал кит. И так ударил хвостом по воде, что всё море покрылось пеной. «Хватит тебе и одного», — сказала малютка Колюшка. «Плыви к сороковому градусу северной широты и к пятидесятому градусу западной долготы», — эти слова волшебные. «И ты увидишь среди моря плот. На плоту сидит моряк. Его корабль пошёл ко дну. Только и одёжа на нём, что синие холщовые штаны да подтяжки. Не забудь про эти подтяжки, мой мальчик, да охотничий нож. Но я должна сказать тебе по свойству, что этот человек очень находчивый, умный и храбрый». Кит помчался, что есть силы, плыл тую и добыл, куда сказано. До пятидесятого градуса западной долготы и сорокового градуса северной широты видят и правды. Посреди моря плот, на плоту моряк и больше никого. На моряке синие холщовые штаны да подтяжки. «Смотри ж, мой милый, не забудь про подтяжки!» До сбоку и пояса охотничий нож и больше никчий боб. Сидит моряк на плоту, ноги свесим в воду. Его мама позволила ему болтать горами ногами в воде, иначе он не стал бы болтать, потому что был очень умный и радый. Рот у кита открывался все шире и шире и шире, и открылся чуть не до самого хвоста. Кит проглотил моряка и его плот, и его синие холщовые штаны, и подтяжки. Пожалуйста, не забудь про подтяжки, но умеет. И даже охотничий нож. Все провалилось в тот теплый и темный чулан, который называется желудком кита. Кит облизнулся и три раза повернулся на хвосте. Но как только моряк очень умный и радый очутился в темном и теплом чулане, который называется желудком кита, «Он, давай ковыркаться, брекаться, кусаться, лекаться, колотить, молотить, хлопать, топать, скучать, бренчать!» И в таком не подходящем месте заплясал трепока, что кит почувствовал себя совсем нехорошо. «Надеюсь, ты не забыл про подтяжки?» И сказал он малютке-колюшке, «Не понутру мне человек, не по вкусу, у меня от него икота. Что делать?» «Ну так скажи ему, чтоб выпрыгнул он», посоветовала малютка-колюшка. Кит крикнул в собственный рот. «Эй, ты, входи и смотри, веди себя как следует. У меня из-за тебя икота». «Ну нет», — сказал моряк, «мне и тут хорошо. Вот если ты отвезешь меня к моим родным берегам, к белым утесам Англии, тогда я, пожалуй, подумаю, выходить мне или оставаться». И он еще сильнее затопал ногами. «Нечего делать, вези его домой», — сказала хитрая рыбка киту. «Ведь я говорила тебе, что он очень умный и храбрый». Кит послушался и пустился в путь. Он плыл и плыл и плыл, работая всю дорогу хвостом. И двумя плавниками, хотя ему сильно мешала икота. Наконец, вдали показались белые утесы Англии. Кит подплыл к самому берегу и стал раскрывать свою пасть. Все шире, шире, шире и сказал человеку, «Пора выходить». «Пора выходить». Пересадка. Ближайшая станция Винчестер, Ашуэлот, Нашуа, Кини и Фичбора. Чуть, он сказал Фич, изо рта у него выпрыгнул моряк. Этот моряк и вправду был очень умный и храбрый. Сидя в животе у кита, он не терял времени даром. Ножиком расколол свой плод на тонкие лучинки. Сложил их крест-накрест и крепко связал подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать про подтяжки. И у него получилась решетка, которой он и загородил киту горло. При этом он сказал волшебные слова. «Ты этих слов не слышал, и я с удовольствием скажу их тебе». Он сказал, поставил я решетку, киту заткнул я глотку. С этими словами он прыгнул на берег, на мелкие камешки, и зашагал к своей маме, которая позволяла ему ходить по воде босиком. Потом он женился и стал жить-поживать, и был очень счастлив. Кит тоже женился и тоже был очень счастлив. Но с этого дня и во веки веков у него стояла решетка, которую он не мог ни проглотить, ни выплюнуть. Из-за этой решетки к нему в горло попадала только мелкая ребешка. Вот почему в наше время киты уже не глотают людей. Они не глотают даже маленьких мальчиков и маленьких девочек. А хитрая рыбка уплыла и спряталась в тени под самым порогом экватора. Она думала, что кит рассердился и боялась показаться ему на глаза. Моряк захватил с собой свой охотничий нож. Синие холщовые штаны все еще были на нем. Когда он шагал по камешкам у самого моря, но подтяжек на нем уже не было, они остались в горле у кита. Ими были связаны лучинки, из которых моряк сделал решетку. Вот и все. Этой сказке конец.